Коммунальная катастрофа, произошедшая в Экибастузе, объединила горожан. Не осталось в стороне и мечеть Экибастуз. Оставшимся без тепла жителям и рабочим бригадам, которые трудились день и ночь, волонтеры оказали посильную помощь. В столовой мечети готовили горячие блюда, добровольцы развозили еду и теплую одежду жителям, оставшимся без тепла. Рабочим бригадам во время ЧАЭС предоставлялось трехразовое питание. Мечетью приобретались необходимые средства для ремонта, раздавали теплые одеяла, обогреватели, собранные добровольцами, остро нуждающимся жильцам. Также была оказана помощь в ремонте. Замерзающие трубы в пострадавших домах отогревали пушками. При Духовном управлении мусульман Казахстана создано республиканское сообщество волонтеров Хайрондалак Жаршлара. Добровольцы мечети Экибастуз также оказывали помощь в составе сообщества. Как сказал наш пророк, если мы не можем помочь деньгами, то можем хотя бы уделить время. Если и времени нет, то хотя бы молитвами. Благодарю всех неравнодушных людей за проделанную работу. От имени председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурсбая Кажетаганулла и имама представителя Духовного управления мусульман Казахстана по Павлодарской области Жолдаса Коспахулла, отличившихся волонтеров в период чрезвычайного положения в городе, наградили благодарственными письмами и ценными подарками. А представитель благотворительного фонда Зикет из Экибастуза Чингис Макимов получил номинацию Желжанашере, что в переводе означает «сочувствующий». Ему подарили путевку в Умру на Малый Хадж. Стоит отметить, что Республиканская волонтерская ассоциация благотворителей объединила сегодня более полутора тысяч человек. И есть одежда, что количество вступающих в сообщество будет только расти.